Привет, меня зовут Павел Белинский и сегодня мы разберем 5 важных вопросов, которые обязательно нужно спросить при телефонном собеседовании. Введение и первая оценка собеседования. Собеседования по телефону бывают стремительными, где спешат и торопят. Как правило, указывают на мошенников, которым требуется кучность. Им нужно завлечь как можно больше народа, лохов, где качество и качества таких людей им неинтересно. Также этот тип собеседования указывает на низкокачественное рекрутинговое агентство, где работают быдло и обрыганы. Либо это работа делегирована фрилансерам, которые могут относиться к предыдущим. Следующий тип собеседования это размеренный. Вот это то, что нам нужно. При таком собеседовании важно качество и максимально правильный подбор будущего персонала. Зачастую после опроса вас и без него вас просят или приглашают прийти на собеседование в офис, агентство, организацию и так далее. Итак, к вопросам. Вопрос первый. Звучит он примерно так. Разрешите задать несколько уточняющих вопросов? А можно минутку? Позвольте спросить. У меня есть пара вопросов к вам. Мне хотелось бы задать несколько вопросов. Ну и так далее. Выберите или придумайте любой удобный для вас вариант. Для чего этот вопрос? Для того, чтобы на лету вычислить мошенников. Они сразу будут вас зазывать в офис или говорить, мол, ничего не знаю, узнайте у начальника или директора. Также вы можете услышать морально неустойчивых людей, что указывает на то, что если такие сотрудники работают в организации, то что будет дальше? И главное, если проверка прошла успешно и вас готовы выслушать и ответить на все интересующие ваши вопросы, мы плавно переходим к вопросу номер два. Вопрос звучит так. Как трудоустраиваете? В ответ, как правило, слышится. Официально или неофициально? Ну а также по ТК или ГПХ. Иногда говорят по договору подряда. Что желательно или хорошо бы услышать в ответ? Это по ТК? Срочному или бессрочному? Что более приветствуется. Вкратце про договоры. В ТК есть два основных варианта трудоустройства. Это срочный и бессрочный трудовые договоры. Главные плюсы. Эти типы договоров полностью и целиком защищаются ТК РФ. Есть оклад, фиксированная часовая ставка или ставка на произведенный продукт. Работодатель уплачивает все сносы и налоги. Ваша зарплата полностью белая и прозрачная. Это касается и оклада, и премии. Если последняя закреплена в договоре. Также у вас есть отпуск, поощрение, соцгарантии, больничный и так далее. Это классический вид договора, по которому вы будете работать. По которому работали ваши родители, родители ваших родителей и так далее. То есть абсолютно безопасный, качественный и максимально адекватный договор. И лучший вариант из того, что могут вам предложить. ГПХ. Договор гражданско-правового характера. В него входит много разновидностей, в том числе договоры подряда, возмездного оказания услуг, авторские договоры и так далее. Но главное, при этом в виде договора стороны не вступают в трудовые отношения. То есть трудовой кодекс не распространяется на данный вид договора. Более того, вступление в трудовые отношения между заказчиком и исполнителем запрещены при заключении данного вида договора. В нашем случае договор заключается на производство какого-то объема работы или услуг. Работодатель практически ничего не платит из налогов, помимо ПФР и ОМС, а как правило и это не платят. Работа по ГПХ не записывается в трудовую книжку, но если работодатель честный, как бы можно. Как правило ГПХ это портянка или договор на салфетке, как я его еще называю, потому как заключается в большинстве своем для отвода глаз или усыпления бдительности, а чаще всего и вовсе неверно, от чего не имеет никакой юридической силы. Хотя заведомо неправильно заключенный договор это уголовно наказуемое мероприятие, большинство нерадивых работодателей пренебрегают этим правилом, так как случаев судебных разбирательств по заведомо неправильно заполненных ГПХ крайне редки, скорее исключений. Чаще всего рабы, холопы, халуи, лебезящие, раболепствующие салаги и прочие смерды соглашаются на этих условиях и в суд не идут. Поэтому для них нет никаких проблем заключать откровенно неработающие портянки или договоры на салфетках. Выполнение объема работ или услуг по итогу при заключении гражданско-правового характера договора закрепляется обеими сторонами. Но последнее слово за работодателем, поэтому чаще всего по ГПХ никто зарплат не видит. На многих форумах всяких качественных и не очень работодателей в кавычках чаще всего консультанты юридические пишут, что нет, ГПХ это нормальный вид договора, все его чураются, но он хороший. Ребята, не заключайте ГПХ, если вы хотите долго сотрудничать с работодателем. Если вы четко понимаете, что такое ГПХ, как он работает, чем он регламентируется, вы прочитали весь гражданский кодекс касаемо ГПХ, пожалуйста, вопросов нет, вы знаете, на что вы идете. Если вы совершенно ничего не понимаете в ГПХ, ни в коем случае не вписывайтесь, потому как правило вы проиграете в большинстве случаев. Дальше. Итак, вы вкратце понимаете, на что соглашаться и чего ждать от того или иного типа договора, где, кстати, полная информация в статье 56 Трудового кодекса Российской Федерации, что касается договоров по ТК, в 702 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, где оглашены условия ГПХ. Не благодарите. Ну что, переходим к вопросу номер 3. Если про тип договора вам ничего не сказали, то дальше мы спрашиваем про тип договора. Звучать этот вопрос будет так. Скажите, пожалуйста, заключается ли трудовой договор при трудоустройстве и какой он? После этого ждем заветные срочные, бессрочные, ГПХ или подряд. После чего, собственно, вы уже знаете вкратце, чего ожидать. Следует вопрос номер 4. И он комплексный. И звучит он так. Какой размер оплаты труда и из чего она состоит? Почему вопросы смежные? Потому как они зависят друг от друга, но выносить их отдельно смысла нет. Какой размер оплаты труда? Условно 40 тысяч. После чего мы спрашиваем, из чего она состоит? Вот тут начинается, как правило, цирк с конями. Услышите вы много ереси, но что должны услышать? Это либо процентное соотношение между окладом и премией, либо четкие цифры. То есть, либо 60% оклад, 40% премия, либо 20% белое, остальное конверт и другие варианты и синонимы. Услышите вы много. Но нас больше интересует оклад, потому как именно оклад при заключении срочного или бессрочного договора регламентируется ТК и, самое главное, обязуется к оплате и совершенно никак не может подвергаться сомнению или каким-либо уменьшениям. Меньше оклада вам заплатить не могут, поэтому чем выше окладная часть, тем больше вы защищены. При ГПХ это не работает, при подряде тоже. Итак, вопрос номер 5. Контрольный и заключающий. Звучит он так. Какая сумма будет прописана в договоре? Какая сумма будет указана в договоре? После оглашения этой суммы вы спрашиваете, это до вычета НДФЛ? Зачем мы спрашиваем и уточняем? Да просто, чтобы понимать, не обманывают ли вас в конечном этапе. Ну, собственно, анализируйте и делайте для себя какие-либо выводы. Если вас уже все устраивает и, собственно, нигде интервьюер вас не поплыл и не посыпался, и вас устраивает все, что прозвучало выше, вы задаете шестой бонусный и предупреждающий вопрос. И звучит он так. Вы понимаете, что если вы сейчас меня обманули или где-то наврали, я ни в коем случае не буду у вас работать. Это четко дает понимать человеку и сотруднику, который собеседует вас о том, что если сейчас он напиздел, вы обязательно об этом скажете при прохождении конечного собеседования, например, либо человек не придет. И поэтому либо вас спокойно уверят, что да, я это понимаю и наврано было нигде, либо вас будут просто откровенно уверять, да-да-да, все хорошо, вы понимаете, все в порядке. После чего, если нигде подозрений нет, если вас устроило все, что было сказано выше и собеседующий вас сотрудник нигде не посыпался, вы можете договориться на определенную дату и время и идти уже на конкретное личное собеседование. Эти 5-6 вопросов обязательно нужно задавать, потому как они практически полностью сегрегируют ублюдков и бразей от адекватных работодателей, но не гарантируют вам стопроцентного случая. Но я вам точно говорю, что 90% всякой херни отсортируется практически сразу. Ну и по крайней мере, если вы придете, то вы четко будете понимать, что если где-то вас обманули, то работать здесь незачем. На этом все. Если ролик был вам полезен, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, там же оставлять свои комментарии, обязательно делиться этим роликом, поделитесь им в своих социальных сетях или просто отправьте его своему другу, который ищет работу, ибо они будут очень сильно ему полезны. А также буду с удовольствием рад, если вы сможете спонсировать меня и этот канал. Все ссылки в описании, буду рад любой копейке, но совершенно вас к этому не принуждаю. Все абсолютно добровольно. На этом все. Желаю вам удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. Пока-пока.